приветствую вас на канале календарио меня зовут аня лапа и как давно не говорила эти слова уже где-то полгода не было видео на моем канале но я вернулась не могу оставить вас без наших расследований тем более 5 юбилейный сезон шоу маска а для тех кто подписан на меня уже давно выражаю вам свою благодарность за то что дождались меня и не отписались столь долгий срок несмотря на что для тех кто подписался недавно коротко расскажу мы здесь занимаемся тем что пытаемся выяснить кто находится под масками и успешно это делаем на протяжении уже 2 3 4 и я надеюсь до 5 сезонов мы отгадываем практически всех что мы делаем меняем тональности вокали меняем тональности в разговоре расшифровываем подсказки делаем все что только можно чтобы догадаться кто скрывается под масками на бусте это видео с длинными ставками с музыкальными ставками с концертов на youtube не могу себе позволить вставлять ставки с концертов авторские права к сожалению уже были ситуации когда блокировали видео когда кидали строки правообладателя поэтому мы на youtube не балуемся больше если хотите более длинные видео они на бусте подписывайтесь также у меня есть телеграм-канал и также вам рекомендую телеграм-канал моих коллег если можно так сказать это разгонщики туч которые тоже потрясающие вещи делают и вам помогут также как и я разгадывать кто же находится под масками и конечно же официальный фан-клуб шоу маска где будет вообще вся информация из первых рук максимально быстро все 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 вообще что можете представить о шоу маска так что я вообще решила вернуться на самом деле показали маски кота и щенка я смотрю дома боже мой бедолаги бедолаги с большой дороги я думала что на них обрушится шквал негатива потому что уже пошли вот такие шуточки а мне не так понравилось мне так стало жалко думаю котик собачка все пишу надо возвращаться кто-то должен их защищать оказалось что им вообще моя защита не нужна они стали чуть ли не фаворитами после первого выпуска мы сейчас уже конкретно об этом поговорим и вообще в этом выпуске мы уже сразу начнем разгадывать я вам даже скажу что мы наверное разгадали уже целых две маски с 14 фактически со стопроцентной вероятностью могу это заявить и сегодня я вам конечно же об этом расскажу но так как масок еще пока много 14 штук мы пока где-то уже успеем поменять может быть анализ в локале где-то в разговоре где-то что-то еще может быть не всех прям сегодня конечно же затронем но в дальнейших выпусках до всех доберемся на презентацию нам коротко сказали о том что пятого члена жюри не будет постоянно в этом выпуске был дима билан в следующем выпуске будет она то лицо и дальше посмотрим эта идея мне в принципе понравилась она хороша всегда новый свежий взгляд и такое было у нас когда-то в аватаре в первом сезоне когда я крифулина уехала стали меняться члены жюри это в принципе интересно мне такая вздумка понравилась и еще одно новое правило которое нам уже рассказали на концерте перестали нас дурить якобы в первом выпуске кого-то выгонят такое было только в первом сезоне больше в первом выпуске никогда никого не погоняли ну и в этот раз уже решили сказать честно мы так и планируем но чтобы как-то видимо эфирный хронометраж занять каждая маска после каждой после каждого выступления группы выбирали все-таки зрители маску но не ту которая хуже всех была та которая была лучше всех и в итоге из трех лучших масок за этот эфир выбрали одну который достался зрительский иммунитет на сезон и она сможет этой этим иммунитетом воспользоваться если вдруг попадет номинацию один раз в течение сезона мне кажется тоже в принципе довольно интересно придумали я вообще решила в этом сезоне всем быть довольна а я в прошлом сезоне подрастроилась да помните мне не понравилось что было два победителя и я частенько возмущалась про но про повторяющиеся песни в этом сезоне всем буду довольна приходят снова те же самые участники ради бога пусть хоть долина еще раз придет да я кстати аватар пропустила второй сезон так вышло но увидела что долина туда пришла для нас с вами аватар и маска все-таки чуть ли не одно и то же да но все-таки создатели шоу просто их разделять и как будто не замечать что звезды ходят туда-сюда туда-сюда ну ладно песни повторяющие пусть будут но кстати в этом сезоне сделали очень много попыри различных песен с различными какими-то миксами ремиксами и даже то что нам уже было привычно звучало совершенно по-новому в этом сезоне в этом концерте смысле я надеюсь что в сезоне тоже были очень интересные композиции изучали поэтому тут на самом деле пока даже предъявить ничего членов жюри не изменили ну и хорошо я вообще этой темы по поводу смены членов жюри особенно там конкретных касаться не буду не знаю все что можно сейчас по этому поводу говорить что нельзя и как есть как есть в принципе ладно уже привыкли и хорошо пускай будет также нам юлия самочёва сказал что все 14 масок в этом сезоне оригинальные что значит оригинальные это значит что может быть кто-то чем-то где-то как-то вдохновлялся но идентичных с какими-то другими масками из других стран нет ни одной я не знаю почему решили сделать оригинальные может быть доллары закончились может быть просто действительно накопился как юлия самочёва сказала пул из 40 оригинальных масок и вот осталось вот этих четырнадцать который наконец-то все разобрали и целый сезон получилось делать оригинальные маски мне кажется это большое достижение потому что очень много красивых масок в этом сезоне в концерте мы уже успели их рассмотреть прямо пристально и близкой сбоку и сзади и всякое разное и очень много сил затратили создатели на то чтобы создать такие красивые маски даже кукуруза оригинальная на кукурузе потом поподробнее остановимся но многие писали что мы кукуруза не оригинальная нет кукуруза тоже оригинальная ну и приступаем скорее к концерту к нашим маскам не таксичен да мы добрые сегодня и всегда конечно же а первым выступал перед перец мне показалось интересная маска перец явно не вылетит скоро он исполнил песню кайами этого позиция на быту и знаете что сразу в глаза или в уши как правильно сказать бросились подсказки хотя для меня это не характерно знаете с подсказками его всегда не очень но нельзя было не заметить подсказках как перед сказал что предвосхищая крики соперников что я здесь по блату и меня сюда родственник потянул с моим появлением это шоу перестанет быть пресным пресным да поняли и конечно же возникла мысль что это может быть владимир пресняков а его сын никита пресняков участвовал в маске калерога уже в третьем сезоне шоу маска и вот это вот это родственные рекомендации могли относиться к этому возможно это слишком очевидно а возможно нет если кто вот не обратил на это внимание вы скажите мне удивились вы сейчас или нет но по голосу пока непонятно по голосу пока непонятно и что мы сейчас делаем мы тональность поменяем с вами вот сходу сразу все первый выпуск мы все меняем тональность нет времени нет у нас времени мы меняем тональность и слушаем похоже это на владимир преснякова может быть услышать какого-то другого оставим пока эту версию и вообще он все понял сразу как в этом шоу нужно действовать сразу притащил сладости торт в виде перчика молодец молодец пончик у нас таким образом очень далеко зашел и кто там еще приносил в общем это нормальный такой ход угощать членов жюри какими-то сладостями затем на сцене появляется енот удивилась я что енот это все-таки женщина исполнил енот песню дима билана который собственно членов жюри то у нас сидит в этом выпуске я ночной хулиган наконец-то начали брать песни бывших участников это вот то о чем я говорил в прошлом сезоне но возьмите вы вот песни которые уже артистов которых вы уже использовали в масках и в этот раз тоже получилось классно еще вот эти обработки в первом сезоне в первом выпуске по-моему все почти песни с каким-то обработки с какими-то ремиксами и это прозвучало очень интересно енот менял голову самостоятельно без каких-либо подхимичиваний и пока основная версия остается я не скажу что у меня но какая-то такая может быть общая даже что это аня лорак кричал филипп киркоров что узнал ее там с первых секунд ну может быть такое может быть но некоторые еще говорят что они лорак может быть в коте это так немножко сбегая вперед это кстати по моему версию я подглядела у кого у разгончиков туч до говорят что может быть в коте не знаю пока пока с енотом сложненько но яркое было выступление ярко себя на сцене енот ведет и в принципе мне понравилось понравился тот ход что никто не ожидал наверно то того что енот будет женщина затем на сцену выходит щенок огромная маска вся в каких-то хоть сказать соплях но мы же не токсики сегодня но какая-то вот такая подрапанная пошарпанная такая как будто вот он бедный несчастный вот думаешь бедный несчастный но когда он запел араб спел он у нас ам надо он билан сэма смита и спел красиво это певец пошли версии жанны лимер я еще видела версии по поводу влада соколовского и алексея чумакова помните да алексей чумаков был у нас лешим в аватаре там он так спрятался что это было даже ну как то если тут будет алексей чумаков я хочу слушать его исполнение подобные песни насчет влада соколовского я почему сомневаюсь я не знаю закончились ли съемки вот этой постучись мою дверь москве там он одно из главных ролей исполняет и как говорилось там какой-то очень жутко плотный график и стал ли бы он еще помимо съемок каждодневных там по моему ежедневные были съемки готовится вот так к маске большой вопрос но влада соколовского согласитесь тоже давным-давно уже ждем в щенке пел он своим голосом мне кажется ничего не менял поэтому нам нужно просто этот голос чуть позже может быть угадать но версия жанна миллимером тоже довольно таки неплохая далее на стане появляется акула тут такая тоже боевая зарядная маска она исполнила пуре опять же ты морячка я моряк да газманова и baby shark вот это вот соединили все тоже очень красиво интересно получилось я кстати не знаю что более приставучие все-таки морячка или baby shark я по моему морячку больше пела после выступления пошли версии что это не лето может быть а вот я скажу что я жду вообще в этом сезоне где-то про хоро шляпина реально он когда принял участие в звездных в африке у него популярность еще более хотя куда уже более это про хоро шляпин его знают все но он давал интервью я не чурикова и сказала что его стали больше везде сдавать он здесь соглашается его зовут он рад и это сразу подумала может а может и потому что он все-таки знаете как шоумен пока а сам говорит хотелось бы вернуться к тому что я певец и поют что он действительно неплохо у него есть голос у него музыкальное образование может и не в акуле хотя может и в акуле я не знаю но мне почему-то так захотелось там шляпина послушать пока странно что-то предполагать на самом деле насчет акулу нужно еще посмотреть но мне понравилось по моему задорно затем на сцену появился орликин орликин мне кажется одна из самых красивых маск этого сезона я знаю неоднозначные какие-то комментарии были по поводу красоты орликина но мне кажется это шедевр плюс орликин оказался двусторонний маска тоже нам на презентации об этом сказали можно повернуть голову но веселиться или грустить то что было и у джокера но джокер там до красоты явно не дотягиваю орликин на мой взгляд шикарная маска подобные вот по концепции маски были вот такие вот в других странах но все-таки это конечно не один в один естественно не точь-в-точь поэтому наша маска орликина по-моему просто шикарно и так же она шикарно спела вот эту ха-фа-на-на ха-фа-на-на вот это вот тоже с какой-то такой интересный вот миксом вообще вот вообще в этом концерте песни такие были вот интересные все модные современные я не знаю уже говорил это или нет нам прям хочется в этот раз прям хвалить и хвалить за выбор песен и за то какими их сделали давайте послушаем как орликин говорит говорливый орликин вообще и возможно вы услышите что-то в речи орликина знакомая вам а мне кажется что сейчас самая популярная версия это мия бойко так пишут я вот не знаю если честно сама пока мия бойко была фантастики не помню в каком обличии возможно и так понравилось что она решила и маску пить она вообще сейчас довольно популярно набирает обороты поэтому может быть может быть давайте послушаем как орликин говорит я на сцене и это самое большое счастье нет практически непростая димочка я смотрю тебе прямо в душу очень хотелось бы познакомиться какие у вас версии обязательно пишите в комментарии в этой группе лучшим зрители выбрали щенка вот этого вот облезлого которого я собиралась защищать там справился вышел сэма смит спел никаких проблем и забрал звание лучшего в этой группе молодец 26 процентов отдали ему зрители следующую группу открывает моталек тут остановимся я долго думала говорить об этом или не говорить но я посчитала что наверное глупо мне будет делать вид там на протяжении сезона что я не знаю кто там и что там и вообще как-то не рассказать эту историю однажды я промолчала когда было что-то нечто подобное в прошлом сезоне дима билан снял stories в этом худи или толстов как называется в черное такое где вот здесь на груди написано без комментариев знаменитая толстовка маски участников маски и это было она уже близко к финалу мы уже нас были версии может даже наверно остановились на версии что это дима билан и вот это вот stories она была такая последняя капля там возможно даже какие-то последние там же песни записывал и мы тогда решили не говорить все-таки так вот в общественное поле медиа пространство о том что вот такой кафос произошел как то мы в общем не стали это афишировать тем более так уже все было понятно нам но тут такого не было никогда еще 17 января артистка все хорошая артистка поет красиво сама красивая мы ждали долго вот все эти сезоны наверное мы постоянно еще где-то и подозревали обсуждали то есть она на слуху мы ждали я говорю сейчас о настасе самбурской но связь с мужской еще в январе я выложила свой телеграм-канал расписание съемок и репетиции которые полностью соответствовали съемкам и репетициям шоу маска то есть первая съемка 8 февраля вторая съемка 15 февраля и так до конца до финала есть стали писать мол надо удалять надо удалять анастасия мы кое-что догадываемся и не так уже скоро она удалила но сейчас по моему уже нет этого расписания тем не менее мы знали что настасия будет принимать участие в пятом сезоне шоу маска вот вот так вышло почему я сейчас остановлю говорю об этом именно на маске мотылька потому что в принципе настасия несмотря на что был шанс так запутаться что вообще в итоге оказаться в акуле например да и вот мы обалдели но нет настасия точнее мотылек поет как настасия и стоит и держится на сцене как настасия у нас даже есть возможность сравнить с ее выступлениями в шоу три аккордом одинаковые позы одинаковая в общем постановка себя на сцене и по голосу это очень сильно похоже это сто полпроцентов настасия самбруская возможно нам не стоит сейчас прям сильно расстраиваться но и что что разгадали маска-то красивая и может быть она нам покажет сейчас очень хорошие яркие классные номера может вообще еще пол сезона пройдет и в целом я не расстраивать по этому поводу что так вышло ну интересно зато такого точно блин еще не было ну и пускай пускай у нее зато вот может сейчас расслабиться и своим голосом как нам споет какие-нибудь классные песни не боясь уже что и раскроет потому что уже раскрыли очень интересно бабочка у нас есть в этом сезоне мотылек у нас есть в этом сезоне а комар комар будет вообще полностью нас обманули перед третьим сезоном выдали список не настоящих масок и мы все ждали как будет выглядеть комар сейчас нам всяких вот этих вот насекомых дают комара так и не дали очень жаль затем на сцене появляется горилла ну с мотылеком да уже как-то закроем тему не будем его ковырять просто остановимся на том что мотылек от настася соборская будем просто слушать что она нам в этом сезоне покажет на сцене является горилла очень интересная идея придумать гориллу розовую обалдеть кто кто это придумал вообще это очень интересно и конечно сразу появилась версия мол это никита коллагривы у меня есть топ 5-6 любимых артистов мужчин русских актеров и никита коллагривы давным-давно в этом списке я просто обожаю его дар актерский я считаю феноменальным актером но здесь все-таки не он вообще почему такая версия появилась потому что в подсказках там началось про слово пацана из-за этого в общем пошла такая версия да никита поет но поет он совсем не так как горилла потому что горилла исполнил песню if there are any justice английский я так и не подтянула за эти полгода очень красиво он спел никита тоже хорошо поет но посмотрите вот у нас есть запись как поет никита ну это конечно не горилла будем честны это конечно не горилла я думаю что это акмаль акмаль принимал когда-то участие в детском голосе вот недавно он был в голос уже не дети в команду полина гагариной но и в целом он уже довольно такие самостоятельно популярный артист у него вот кстати есть дуэт с ювяной короловой но в общем если вдруг кто не знает ребята это вот только ваша проблема если вы еще не знаете акмали потому что он действительно сейчас очень популярны и он вполне может оказаться в маске и в маске гориллы в том числе подожду еще пару выступлений может быть одно гориллы и уже там сравним голоса когда будет на какая-нибудь русская песня чтобы вот прямо точно точно удостоверить удостовериться но вот когда я говорю что мы прям близки на самом деле я вспоминаю сколько раз мы с вами ошибались послушайте посмотреть в общем андрил юра музыченко ну так говорят а вот что нам подходит добрались наконец-то до этой версии это версия ольга кормухина одна из самых популярных версий что под маской хомяка скрывается марина фидунки в поводу того что тоже услышали там гудкова я вообще полностью с этим согласна пока у меня других версий нет мне кажется теперь после этого выступления что под маской не валяшки может быть александр пушной что мы там с вами предполагали в прошлый раз у крокодила титомир батрудина в крит сейчас конечно смешно да вот вспоминать как я выпусков 5 по моему говорила что у мандрили музыченко все ясно все понятно все все решено там оказался вообще никак ни разу мягко говоря не музыченко ну и там и по крокодилу помните до конца не могла определиться в общем бывало бывало что мы ошибались угадывали мы конечно чаще но никуда не деться без этих вот ошибочек и поэтому я сейчас осторожненько часто использую слово вроде бы и наверное может быть чтобы вот сильно не позориться потом на сцене кот вспомнил песню из мультика кота леопольда день рождения кота леопольда неприятность эту мы переживем ну либо нам более всем известную если добрый ты тут вообще бесполезно пока что-то говорить что-то делать это просто было очень мило очень классно тоже в каком-то модном современном рениксе обработки просто этот голос звучал один в один как голос мамонтенка димы билана соответственно да как будто бы в первом выпуске прошлого сезона один в один и тогда точь-в-точь и тогда все тоже говорили мол это дима ой дима нет тогда я так не говорили все говорили это ольга кузьмина ольга кузьмина вот она чебурашка озвучил вот она так может тогда и т.п сейчас я не думаю что это ольга кузьмина не думаю это просто использовали тот же самый прием как и с мамонтенком и там явно вообще кто-то другой может тоже кажется что там мужчина плюс ольга кузьмина вот такая вот маленькая это вот один к двум размер пример я вам говорю реально она такой костюм не потянула поэтому от версии ольга кузьмина я отказываюсь пока ничего другого предложить не могу просто потому что ну по аналогии зима биланом пока догадаться мне кажется нереально но когда он сказал что он хочет есть я здесь хочу просто мое сердце растало я говорю это кот это мое тотемное животное начиная вот с его желание заканчивая выражением его лица просто потрясающая масса на сцене кукуруза обещала тоже я вам рассказать про костюмы вот разные были кукурузы в разных странах кукурузы любят используют всякие разные были но такой как у нас не было у нашей все таки там и очки усы вот этот комбинезон или как это правильно назвать больше он на миньона конечно похож вдохновлялись скорее всего миньоном при создании этой маски а вайп у него такой как у банана наверное из этой гитары но такое теплое было душевная душевная песня over the rainbow не когда не выговорю название исполнителя камака виви оле что-то там такое но было так просто приятно за ним наблюдать это скорее всего не певец наверно какой-то актер телеведущий возможно это гарик мартиросян появились такие версии нужно еще послушать нужно еще дать кукурузе шанс послушать в целом он мне тоже очень понравился мне вообще все понравились вот реально я даже выбрать не могу кто был для меня лучшим вот на самом деле мне очень первый выпуск понравился затем на сцене водяной водяной по-моему это как и орликин может менять свои обличия по моему нам про водяного и про орликина сказала Юлия Самочула что на сцене он может менять свои обличия скорее всего он будет вот и с бочкой и без бочки когда-то мы увидим поэтому я не думаю что с помощью бочки скрывают рост водяного но я думаю что уже сейчас после первого выпуска могу вам сказать кто скрывается под маской водяного во-первых водяной занимает место юмориста в этом сезоне однозначно то есть вот как заяц монстрик мандрил и сейчас это будет водяной он сразу все пошел шутить разговаривать и тем что он очень много разговаривал он себя немножко и выдал послушайте как скорее всего звучит настоящий голос водяного каким он был таким он и остался первоклассным а вообще я буду вам каждую программу рассказывать истории как вас засосало в мое болото я думаю что это догадались услышали если не услышали я вам скажу я думаю что это стас яруш он был у нас в аватаре в первом сезоне в аватаре маугли и сейчас я думаю что водяной это он пока вот по сериалу универ мы четко идем до сериала универ мы всех разгадывают но на самом деле фас ярушин конечно классный я думаю что он нам немало подарит интересных песен но у него очень узнаваемый конечно разговор и я думаю что водяном как раз вот находится именно фас яруш но я надеюсь что стас ярушин точно до финала вот мне все равно вы дали моего не угадали нам нужен этот юморист который будет юморить до конца шоу я хочу чтобы водяной оставался до конца и в этой группе лучшим зрители признают кота аж 43 процента ему он дают я в принципе с ними полностью согласна кот реально крутой ну и последняя группа 4 маски мини группа такая местами кактус у кактуса один глаз это вообще нужно было такое придумать придумали нереально круто очень крутая маска на еще кстати сама легкая в сезоне 9 килограмм хотя на мой взгляд енот кажется легче там что штаники пиджачочек шляпку шляпки даже даже шляпки нету и нота но тем не менее сказали что кактус самый легкий и как-то сдвигался на сцене на колени падал туда-сюда всем по энергетике напомнил хочу айову ну и по голосу наверно кому-то тоже но я не знаю потому что тоже было папури из песен ты горишь как огонь и каким ты был таким остался по моему рейтингу это вот близко к орликину по красоте вот одни из самых красивых масок орликин и кактус в этом сезоне и давайте попробуем прямо вот в течение песни вот так вот тональности покрутить вверх вниз может где-то что-то вы услышите знакомой и напишите об этом в комментариях каким ты был ой 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 о 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, нам понятнее крылышками бяк-бяк-бяк-бяк Мы люди простые, нам вот так понятнее Кстати, бабочка была у нас в прошлом сезоне Ну, допустим, не так ее называли Называли ее Ворон Сложно быть не токсиком Сложно Вы сами попробуйте, очень сложно Но я стараюсь Да, конечно, дурацкая шутка Просто когда мы Ворона Просто мы сезоне увидели Помните, мы не поняли, как у Ворона Вот такие крылья, как у бабочки А теперь настоящая бабочка Розовая девочка с грудью С формами, с ногами Все потрясающе Она вот эту песню про бяк-бяк-бяк-бяк Исполнила Мне она напомнила, знаете, может По поведению Или как Я даже не знаю, почему Наталью Гордиенко Которую мы видели На юбилее у Киркорова Он ее от Молдовы возил на Евровидение Поэтому мы, конечно, вот так ее знаем Возможно, ее пригласили Кто-то говорил про Юлию Савичевну Но я же опять же говорю Мы ее так в фантастике было слышно Мы ее сразу услышали Что может ли она вообще скрывать свой голос или нет Пока большой вопрос Ну и по Гордиенко тоже пока большой вопрос Потому что мне показалось, что у нее голос такой взрослый Вот послушайте, как возможно звучит голос в бабочке Хорошо, когда женщины есть Для деда, сеньора, пимина А для женщины главная честь Когда есть у нее рядом мужчина И повсюду, тем более здесь Где природа дика и невина А бабочка С крылышками бь-бь-бь-бь-бь А за ней дворов уже Прик-прик-прик-прик Какая-то вот, кажется, вот женщина вот такая Вот такая женщина Знаете, вот не знаю, как объяснить Вот какая-то Есть варианты? Если есть, пишите Затем на сцену вышел Змей Горыныч 300 килограмм Вышел, выехал, реально Выехал Змей Горыныч 300 килограмм Обалдеть Самая тяжеленная маска Я не знаю, можно ли вообще победить Кто-либо вообще может сделать тяжелее маска, чем Змей Горыныч И мы наконец-то дождались какой-то коллектив Какую-то группу Какое-то количество Несколько человек в одной маске У меня есть видео Шок на иностранных масках Где-то оставлю Где-то подсказки оставлю Где-то у меня на канале посмотреть Смотрите в описании под видео Там я вам рассказывала, что такие случаи были В Великобритании В пятом сезоне В седьмом сезоне Участвовали несколько человек в одной маске Была маска Russian Doll Матрешка Вот так она выглядела Там была группа Хэнсон Три брата Рок-группа там оказались Затем рассказывала вам про кобру Точнее кобры Королевские кобры Их вообще было шесть по-моему Или семь на сцене В итоге поющими оказались Три из них И это была группа Envoke И другая история была С маской Гидры У которой было три головы Как у нашего Горыныча Ну там даже прям Три отдельных каких-то маски У Гидры было только три головы Но там внутри оказался дуэт Иллюзионистов Пен и Теллер Тоже в седьмом сезоне Они были То есть мы даже пока точно Прям совсем не можем сказать А три ли там на самом деле Змеи Горыныча человека Или это какая-то уловка Вот как с Гидры Да по аналогии было Куча вопросов Вариантов Куча Любая мужская группа Естественно сюда подходит А может это вообще не группа Да Может там каких-то Банально там победителей Объединили да Из предыдущих каких-то шоу Или даже не победителей Или просто каких-то ярких участников И мы мне кажется Вообще задолбываемся Разгадывать Дени Горыныча Пока наверное самая популярная версия Это Джубокс Трио Они в проектах Хайт Медиа уже замечены И возможно это они и будут Но они исполнили песню Скутер Fire Зажигательно По песне пока ничего не понять Голоса там мало было слышно Это было похоже на Духаст Змея когда пела Во втором сезоне В первом выпуске Там невозможно было ничего понять И тут какая-то вот такая же История Но я думаю мы докопаемся Да правда Мы будем делать все что возможно Но пока я скажу Это наверное был один из самых ярких Прям номеров этого выпуска И закрывала концерт Наша Russian Doll Наша матрешка Выглядела она конечно не так банально И типично Как в Великобритании У нас какая-то была она прям Офигенная Красивая матрешка Исполнила песню Ариа царицы ночь И тут я согласна с Валерией Что скорее всего это не оперная певица Точнее не то что я согласна Я верю Валерии Она сказала что это не оперная певица То есть я думаю что это не Аида Гарифулина Не вот эти вот версии которые сразу пошли Они очень много обсуждали Тоху Чайкину Я Тоху Чайкину знаю только вот по песне Сердце бахнули стрелы Ну как и многие наверное Но мне нужно немножко ознакомиться И еще поглубже копнуть Чтобы понимать почему они так думают Но я вот пока не сбрасываюсь Что в такие версии как Анастасия Стоцкая Анастасия Макеева Мы их тоже долго ждали Это актрисы которые так могут Я думаю я в них не сомневаюсь И пока она конечно что-то говорит Но подает надежды матрешка Подает Мне кажется она надолго с нами Хочется конечно еще что-то более Другого от нее услышать Я думаю мы несомненно услышим И конечно уже каким-то выводом придем Пока так-а-так Так-а-так Так-а-так-а-так-а-так В этой группе лучшим становится Змей Горыныч 39% Тоже в принципе не спорю Потому что ну конечно это было супер ярко И у нас претендентами На вот этот юбилейный монет Становится Змей Горыныч Щенок и кот Щенок и кот Да собиралась их защищать Вообще прут как танки И в этом трио Хотя там Горынычей только трио В общем в этом наборе самых огромных масок этого сезона Лучшим в этом выпуске И подарили юбилейный иммунитет Зрители именно коту Аж 41% Так приятно осознавать Что песня за словами Если добрый ты Это хорошо Становится лучшим номером этого выпуска Гимном я надеюсь Этого сезона И так хочется немножко Множко Множко-множко доброты Нам всем с вами И в жизни И вообще везде Повсюду Всем добра Всем добра Ну вот пока вот так У нас две угаданных маски Между прочим После первого выпуска Это я считаю Хороший старт У нас куча вопросов И непонятных вообще Версий Это тоже прекрасно Нам будет о чем с вами разговаривать В следующих выпусках Следующий выпуск У меня выйдет Уже после второго выпуска На следующей неделе Не забывайте подписываться На Бусти Там чуть раньше Плюс Там вставки из концерта Чтобы так подинамичнее Все Не забывайте подписываться На мой телеграм-канал На телеграм-канал Официального сообщества Официального фан-клуба Шоу Маска На телеграм-канал Разгонщиков Туч Они вам тоже Кучу всего интересного Расскажут Кучу версий Разберут Я благодарю вас За просмотр Благодарю вас За то Что вы остались со мной Ждали меня Я вернулась И мы начинаем Благодарю вас за просмотр Меня зовут Аня Лапа Это мой канал Календариум Пока-пока